Всем привет, в этом видео по традиции сделал подборку моих ТОП 10 лучших самоделок для рыбалки 2020 года итак на 10 месте самоподсекатель для донки на оцинковке размечаю и отрезаю заготовки придаю им нужную форму на матовую пружину для механизма подсечки произвожу покраску на оцинковке собираю авто подсекатель Монтируется он проще простого на любое удлище возле катушки и ловит нам рыбку пока мы отошли по делам на девятом месте воблер своими руками из ПВХ вырезаю заготовки и формирую тело воблера черной краской сделаю спинку воблеру воблер успешно разловлен окунями и небольшими щупаками на восьмом месте снасть банан, которые ловит как на поплавочной так и на донной снасти на прутке делаю небольшой паз круглогубцами делаю 3 петли завожу в конструкцию паз и произвожу намотку по спирали и конец проволоки загибаю на противоположной петли держа круглогубцами за центральную петлю немного выгибаю снасть оснащаю поводками по бокам длиной 4-5 см а к центральной петле крепится леска от удилища седьмое место занимает самодельная блесна на щуку жеванный карась на листочке рисую форму будущей блесны переношу на пластик далее профильную трубу разрезаю на заготовки для блесен подгоняю размер по шаблону сверлю отверстия шлифую наждачной бумагой разной градацией до блеска ставлю блесны на резину и с помощью колпачковой гайки придаю выпуклость на блесне покрываю грунтом делаю рисунок на блесне произвожу электролиз в соленой воде чтобы защитить металл от коррозии произвожу химическое никелирование в горячей воде добавлю в кратере блесны люминофора добавлю в кратере блесны люминофора на шестом месте простая и уловистая самоловка на щуку для ее изготовления понадобится резиновый шланг и светлоотражающая лента с одной стороны делаю прорезь а с другой сверлю отверстие и обклеиваю лентой завожу в отверстие бельевую веревку связываю узлом к нему привязываю шнур от поводка закрываю пышни наматываю в 10 метров шнура на неделе на нить завожу 5 граммовый скользящий грузик в конце шнура креплю поводок с крючком тройник завожу внутрь шланга, жарлица готова в посадке спилю сухую ветку полтора метра длиной на конец палки одеваю веревку петлей от самоловки достаем жирца и одеваем на крючок палку крепкую завожу в вилл и выставляю так чтоб жирец был у дна на 20 см оставил самоловки на ночь на утро пришел проверить здесь не размотана а здесь была сработка проверяем и да щука клюнула на жирца на пятом месте бесплатный и надежный сигнализатор поклевки из фломастера понадобится пробка корковая и недужный фломастер из пробки делаю шарик сверлю отверстие завожу фломастер на обеих концах фломастера делаю бай-образный паз из жесткой миллиметровой проволоки делаю каркас раз произвожу покраску сигнализатора обе половинки буду скреплять денежной резинкой прошел сезон, резинка до сих пор цела перспективы Продолжение следует... Продолжение следует... Такой сигнализатор поклевки ничем не уступает хорошим магазинам, а ловить рыбу с ним в разы приятней, так как сделаны своими руками Четвертое место занимает снасть соска Это очень уловистая донная снасть, на эту снасть я ловил не один год, пару часов на рыбалке с такой снастью и дневная норма была выполнена Из миллиметровой нержавеющей проволоки делаю петлю Загибаю под 90 градусов В бруске 2х2 см сверлю отверстие Торез бруска делаю круглым Делаю паз и завожу в него проволоку И делаю три оборота Торез бруска делаю Торез бруска делаю Вяжу 4 поводка длиной 4-5 см Груз для этой снасти идет на основной леске, скользящей, весом 20-40 грамм Насадка пенопласт В пружину заминаем кашу и формируем 4 соски, в которых заводим крючки с пенопластом Два крючка с пенопластом всегда будут в самом верху, поклевка на такую снасть может последовать сразу после заброса На 3 месте тигель для литя силиконовых приманок Для его изготовления понадобится листок жести и мин вата Вырезаю лист металла под корпус Загибаю Вырезаю отверстие под чаши Размечаю и вырезаю термостойкую мин вату В чашах сверлю отверстия и креплю гибкие тени Обжимаю клеммы, провожу проводку и закрываю бока Вставляю чаши, добавляю силикон на разогрев При разогреве силикона в микроволновке не удастся контролировать температуру и с каждым разогревом силикон перегорает и меняет цвет А тигель поддерживает комфортную температуру для литя силиконовых приманок который составляет 170 градусов 2 место занимает сигнализатор поклевки антиветер Делается он буквально за 10 минут Из жести делаю крепление, в котором сверлю отверстие Края загибаю под 90 градусов В отверстие вставляю рогатчик от подставки Завожу две велосипедные спицы Флюоресцентные палочки от кейппопсов надеваю на эти спицы На конце креплю коробочку от киндер сюрприза Конец проволоки выгибаю и лишнее откусываю Такой сигнализатор поклевки подходит для рек с сильным течением И для рыбалок в ветреную погоду Он так же не портит колечко на удилище, так как крепится на стойке Первое место занимает матрица и пуансон Для штамповки блесен в домашних условиях Наклею малярный скотч на блесну, который хочу скопировать На квадрате приставляю шаблон и обвожу маркером Вырезаю по контуру до половины Далее не спеша напильником подгоняю форму под блесну Которую приставляю и сравниваю Шлифую и полирую пуансон На листовой латуни вырезаю заготовки по шаблону Выравниваю Сверяю шаблону и подгоняю напильником В консервную банку расплавлю свинец и опускаю в неё пуансон Далее кладу заготовку для блесни и выбиваю Далее кладу заготовки ни в Tech Сверлил для блесна Сверлю отверстия и произвожу покраску блесен Продолжение следует... Подводные съемки показали, что игру у блесен не отличить и ловить такая блесна будет ничем не хуже чем оригинал с магазина Ссылки на полные версии самоделок будут в описании А если видео понравилось и было полезным поддержи лайком, спасибо за просмотр, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok